Мобильная палиативная помощь – это новое направление поддержки тяжелобольных пациентов. Такая помощь позволяет хоть немного улучшить качество их жизни, а также поддержать близких им людей. Центр первичной медико-санитарной помощи номер 4 одним из первых начал активно развивать ноу-хау. Сегодня на учете в больнице находится 130 пациентов, обслуживаемых здесь бесплатно. Разновидности заболеваний самые разные. В обществе считают, что в палиативной помощи нуждаются только пациенты с онгологией. Но специалисты утверждают, что большинство пациентов обращаются и с другими диагнозами. Сегодня нашей мобильной бригадой обслуживается 130 пациентов палиативных. Чем же отличается палиативная помощь от мобильной палиативной? Сегодня мобильную палиативную помощь оказывает мультидисциплинарная команда. В данную команду входят врачи-специалисты, это семейные доктора-терапевты, входят медицинские сестры, входят социальные работники, входят представители духовенства, юрист и обязательно психологи. От настроя на борьбу самого пациента зависит многое. Психологи мобильной палиативной службы должны поддерживать настроение больного и обсуждать с ним его страхи. Особенно важно говорить на тему смерти, ведь в нашем обществе не принято это обсуждать. В нашем городе эта служба дает возможность людям, которые уходят из жизни, почувствовать все-таки, что они не одиноки. Такие люди испытывают страх, такие люди нуждаются в поддержке, нуждаются в понимании. Очень важна помощь родственникам, которые находятся постоянно в тревоге, в переживании, в этой боли душевной. Мы тоже им помогаем. Групповые занятия и тренинги для родственников, пациентов – это неотъемлемая часть работы специалистов палиативной помощи. Ведь семья должна не просто знать о правильном уходе за больным, но и психологически быть готова к различным ситуациям. Да, мы проводим тренинги, мы проводим психологические консультирования, а также проводим тренинги. Здесь у нас в здании собирается, конечно, сейчас небольшая группа родственников в связи с карантином, но, тем не менее, приходят и 3-4 человека, бывает, приходит вся семья. Облегчить боль палиативно больным пациентам – это непростая задача для команды мобильной помощи. Специалисты уверены, легализация медицинского каннабиса может помочь таким людям не только физически, но и морально. Директор центра рассказывает, что сама изначально была против такого проекта, но после детального изучения темы кардинально поменяла свое мнение. Напомню, вопрос легализации медицинской марихуаны месяц назад поднимал в своем опросе президент Владимир Зеленский. Участники мини-референдума идею поддержали, но дальнейшая судьба опросных листов неизвестна. Чтобы мы понимали, в чем же отличие, абсолютно это разные вещи – медицинский каннабис и обычная марихуана. Вы должны понимать, что в этой траве есть содержание такого психоактивного вещества, которое называется тетра-гидроканнабиол. Это вещество в марихуане содержится в дозе до 35%, а в медицинском каннабисе содержание этого психоактивного вещества до 1%. Напомню, для того, чтобы получить бесплатную палиативную помощь, необходимо заключить декларацию с семейным врачом данного центра. Именно он оценивает состояние больного и в случае необходимости выписывает назначение.